Итак, всем привет! Мы на наших местах Мальдивах. Тут песчаные косы, по колено воды, но есть где, конечно, и полный рост. Сегодня мы испытываем лук. Я изменил натяжение. То есть перевернул плечи, стали пожёстче. Два вида стрел. Попробуем. Но вначале хотел показать кое-что другое. С раскопок в Крыму мне пришли два вида наконечников. Вот это скифы, бронза. Имеет вот такой зуб, который не даёт наконечнику выйти. В принципе, он довольно маленький. А вот этот наконечник, это пантикопей Босфорской царства. То есть более античная такая штучка, тоже бронза. Обратите внимание, какие тонкие стрелы. То есть это чуть потолще спички нашей. Очень удивительно. Но это, наверное, состыковочные были. Потому что наши наконечники, они на стрелах тоже съёмные, охотничьи. И мы сейчас будем стрелять одним затупленным, другим поострее. Посмотрим, как пробивает картон и бутылку. Хочу сказать одно, что я пробовал несколько видов стрел. И первое у меня развалилось деревянное. Алюминий погнулся, летал плохо. Всех дольше у меня продержался вот такие фиберогласовые. И сейчас вот я привёз, давай, Дима, вот эту стрелу одну. Непонятный материал какой-то у этой стрелы. Вот эту вот, дай мне, пожалуйста, Дима, одну. Типа пластика. Наконечник скручивается. Посмотрим, побьём вот этим. Вот оперение, захват здесь. Мы уже стреляли, мне очень нравится веселиться. Мы стреляли ещё огненными стрелами. Но огонь, он с тряпкой съезжает вот сюда. И стрела летит вот так вот. И естественно огонь тухнет. Ну что ж, от слова к делу, пойдёмте постреляем. Лук наш рекурсивный, очень простой. Здесь просто полочка. Вот, собственно, тетива съёмная. Её лучше снимать для хранения. И мы стреляем вот сейчас на несколько метров. Буквально метров 10 берём. Кусис у неё довольно хорошее. И вот тут вот он показал себе 40 футов. То есть довольно неплохо вошли стрелы. В песочек они не мнутся, не ломаются. Ничего не тупится наконечник. Вот это вот немножко криво летит. Но у неё оперение, потому что уже сломано. А это вот новые стрелы. Стреляю я ими уже месяц. То есть они не сломались, ничего. Сейчас попробуем по бутылке. Посмотрим, как они пробьют, не пробьют. Ну, лук довольно интересный. То есть с ним уже можно серьёзно ранить, как зверя, собаку, человека. То есть надо соблюдать технику безопасности. Вот он зажимается. Когда вы прицеливаетесь, лук мы наклоняем, чтобы стрела с полочки не свалилась. Ставим под глаз и ищем цель бутылки. Луку сильно не выпрямляем, чтобы тетива вот так её при спуске не касалась. И, соответственно, делаем выстрел. Итак, вот результат моего издевательства. Лук я купил на Алиэкспресс за 1000 рублей. Сейчас он 1400. Там два варианта есть. Разные крепления тетивы и цена, ну, разные, там, 30 и 40 фунтов. Я взял 40. Вот он, вы видите, пробивает бутылку, пробивает бумагу, пробивает два слоя картона на расстоянии 20 метров. Но вот стрела застреёт и не ломается. Вот у меня, мы нашпиговали с Диманом бутылочку. Вот это мы стандартными наконечниками. Стрелы стоили 1200 рублей, 12 стрел мы взяли. То есть, хватит их надолго стрелять. Самогон был какой-то в бутылке. Спертягой пахнет. Вот. И прекрасно мы, то есть, веселимся всё лето. То есть, я не издевался ещё над наконечниками, потому что есть охотничьи, стальные раскрывающиеся там. Вот. И лук у нас простой, чтобы чисто поиграть ребёнку, потренироваться, приучиться. Но при этом, даже вот я смотрю взрослых, с друзьями вот стреляем, очень-очень увлекает. Дима, иди сюда, потому что туда сейчас полетят стрелы. Мы можем стрелять ещё навесом на большие дистанции. Но надо учесть, что вот даже за бугром, вот тут вот слева сейчас, бегают дети. И мы везу хотели посмотреть на вас. Поэтому ещё вот я встал, знаете, с учётом, вот как правило, мышцы с учётом метра. Вот. То есть, надо учесть технику безопасности, чтобы на кого не ранить. Он стреляет довольно далеко. То есть, до пятого этажа летит стрела. То есть, по-моему, очень мне нравится стрелять навесом. Очень классно, на большое расстояние. Но нужно видеть район, куда вы стреляете. Потому что вот. И учитывать направление ветра. Всё-таки это не в руках. Очень сильно сносит стрелу. Вот. У меня был пулочный лук. Бил он довольно далеко. Но прицельно с ним работать было нереально. Мне даже вот этот больше нравится. У меня в тире в моём было три разных лука. И всех дольше прожили рекурсивные луки. Был лонгбоу интересный. Был спортивный лук. Вот. Детские луки. То есть, тем довольно весёлые.